Итак, давайте поприветствуем ребят. Они сегодня нам расскажут и, судя по количеству различных вещей, и покажут. Поэтому давайте, жги, Лех. Всем привет! Слышно? Меня зовут Алексей, это Тимур. Мы из Яндекса, мы занимаемся производительностью и кроме бэкэнда производительности мы занимаемся еще теперь мобилками. Вообще область новая для нас и вообще очень мало кто занимается производительностью мобильников. И у нас примерно год назад встала задачка замерять производительность мобильников. Кроме других метрик, там, CPU, память и так далее, нам нужно было собирать метрику энергопотребления. И по мере того, как мы занимались этим, мы поняли, что метрика энергопотребления это одна из самых важных на мобильниках. Ну, потому что, во-первых, очень плохо, когда у вас мобильник садится там за пять минут, когда вы стартуете чем-нибудь приложение, вы его сразу же удалите, в следующий раз оно у вас не будет жрать батарейку. А во-вторых, на энергопотреблении отражаются все остальные метрики. Если у вас очередная версия приложения стала жрать больше процессора, ну, вы увидите на энергопотреблении энергопотребление это. Если у вас она стала там больше радиомодуль дергать, может быть, она у вас стала в бесконечном цикле дергать радиомодуль, ну, и выжирать батарейку. Вы тоже, опять же, увидите на метрике энергопотребления. То есть на метрике энергопотребления отражается все остальное. Поэтому мы решили ее собирать. А как это делают обычно? Ну, понятно, что проще всего попытаться собрать программно с телефона. В случае с iOS используется вот инструмент для сбора метрик iOS. Но он довольно странный оказался. Во-первых, из него нельзя выгрузить вообще то, что вы насобирали. То есть для автоматизации это не подходит. Может криншотики теста прикладывать к прогонам. Во-вторых, сама по себе метрика собирается довольно странно. Вот здесь три разных прогона и видно, что метрика вообще не изменялась на протяжении этих прогонов. А CPU при этом по-разному загружен, например. И кроме того, единица измерения тут одна двадцатая. Что значит одна двадцатая? Ну, сходу не скажешь. Если погуглить, то они пишут, что телефон в таком режиме при такой загруженности проработает еще 20 часов. То есть единицы измерения не общеприняты. Это ни миллиампер часы, ни миллиамперы. И как с этим работать, как с этим жить, я не знаю. На андроиде получше. На андроиде можно собрать метрику. В андроид это линукс, там есть файловая система проц, и оттуда собираются метрики, в частности энергопотребления. Но на разных устройствах они по-разному себя ведут. Вот эта метрика, собранная с Nexus, она изменяется раз в 20 секунд. То есть подробнее вы не соберете. Вы не сможете отпрофилировать функцию какую-нибудь, сколько она жрет. На некоторых телефонах вообще нельзя собрать эту метрику, потому что там нет просто чипа, который измеряет энергопотребление. Вот этот пост 2011 года, или 10, и на него до сих пор нет ответа. Человек искал-искал, в итоге он решил, что надо мультиметром просто мерить энергопотребление. Ну, мы решили, что нам тоже мультиметр поможет. Решили построить свой мультиметр. Сначала, естественно, смотрели на те приборы, которые есть на рынке. Можно взять какой-нибудь крутой промышленный девайс, но надо понимать, что девайс такой стоит 200 тысяч рублей, например, а нам нужно в каждую команду по устройству, по одному хотя бы, а лучше каждому разработчику на стол. Ну и понятно, что во что это в масштабах Яндекса выльется. Есть устройство Power Monitor, которое специально предназначено для замеров энергопотребления мобильных, но для нас это черный ящик, мы не можем его модифицировать, во-первых, и подгонять под наш CI. Ну, например, там софт под винду, а у нас Linux везде. И как это в автоматизацию впиливать? Во-вторых, стоит он тоже не очень дешево, там около тысячи долларов за устройство. И мы подумали, что тысяча долларов за мультиметр – это как-то очень много. Надо попробовать свое построить. И есть проект BatTor, который на самом деле очень похож на наш. Мы в самом начале про него не знали, но где-то вот после первых экспериментов мы его обнаружили. Это проект студентов Стэнфордского и других университетов, который сначала развивался, они публиковали статьи, а потом их захантили в Google, и с тех пор они на связь не выходят. Мы пытались с ними связаться. Но остались несколько статей, и мы оттуда тоже идеи черпали. Я буду к нему возвращаться, к этому проекту. А мы начали с того, что просто загуглили простую схему измерителя тока. Здесь она построена на основе резистора с небольшим сопротивлением в одну сотую ома. Это шунт. Через него проходит ток нагрузки на телефон. Соответственно, на резисторе образуется разность потенциалов. Она довольно небольшая, и микроконтроллер ее напрямую не может оценить. Аналоговый вход микроконтроллера. Поэтому это напряжение нужно усилить. Для этого используется операционный инструментальный усилитель. И это все поступает на вход ардуино. Простая схема, мало компонентов, легко собрать на коленке. Вот мы собрали эту схему на коленке. Вот здесь белый параллелепипед прямоугольный сверху слева это шунт. Черненькая микросхемка это инструментальный усилитель. И справа ардуинка. Мерили мы, начинали мы мерить, наши эксперименты начинали с того, что мерили ток в разрыве провода USB, потому что это просто порезал пополам USB провод, воткнул туда наш шунт, и можно мерить. И сравнивали с Power Monitor, увидели, что в принципе мы меряем, в принципе схема работает, можно продолжать наши исследования. Ток в разрыве USB мерить в наших кейсах бесполезно, потому что в устройстве батарейка телефон через USB ее заряжает и сам при этом там что-то жрет. И нельзя разделить вот ток зарядки батарейки и ток зарядки, ну ток, который телефон прямо сейчас жрет. Во-первых. Во-вторых, через USB он может потреблять не более 500 мА по спецификации USB. И из-за этого он жрет с батарейки. Поэтому мы ничего не видим. Для того, чтобы замерить ток, который нам нужен, нам нужно вытащить батарейку из телефона. Мы не сразу решились вскрыть iPhone. Ну, в общем, в итоге вскрыли мы iPhone. Когда вскрыли, он пострадал. Вот Тим Гур подсказывает, что пострадал телефон. Первый iPhone, когда его вскрыли. Но потом мы научились с ними работать. Батарейки в современных телефонах непростые. Это не просто два вывода. Это микроконтроллер, который подключен к батарейке. Батарейка с микроконтроллером. И через этот микроконтроллер телефон общается с батарейкой, узнает, насколько она заряжена и так далее. Поэтому мы решили, что нам нужен этот микроконтроллер. Мы его от аккумулятора отрезали и припаялись прямо к нему. Два проводка, которыми питаем телефон. То есть батареек у нас в телефонах сейчас в этих нет. У нас там внешнее питание. Вот. Проводной телефон. 21 веке. Вот так это выглядит изнутри. Это Android. К чем плюс? Ну, даже для функциональных тестов это плюс на самом деле. Потому что люди, которые строят фермы для автоматизации функциональных тестов, они жалуются, что у них сдуваются батарейки и так далее. У нас такой проблемы нет. Вот. Но у нас возникла следующая проблема. У нас-то на столе мы сумасшедшие… Я не скажу, что мы ученые, поэтому мы сумасшедшие экспериментаторы. нас устраивает такая схемка на столе. Но как это отдать разработчикам и тестировщикам? Надо телефон закрыть. Чтобы его закрыть, из него провода нужно вытащить. В статье про батар предлагают использовать вот такую гибкую печатную плату. Вот такую. По их оценкам… Ну, они производили их, они стоят у них 42 доллара за провод. В России в кризис 42 доллара за провод платить неправильно, поэтому у нас другое решение. Мы сверлим телефоны и выводим провода. Айфоны тоже сверлим. Очень… Айфоны приятно сверлить, они алюминиевые, так вот прям как в масло входят. Вот. Получаются такие аккуратные собранные телефоны с дырочки в правом боку. Само устройство мы тоже собрали. Мы собрали его из компонентов и между ними просто проводки. Компоненты можно там купить на Алиэкспрессе. Всего там меньше тысячи рублей стоит устройство. Тимур пора это подробно потом расскажет. И мы приклеиваем в пластмассовый корпус на термоклей, как китайцы любят делать. Получается аккуратненько. И итоговая схемка выглядит вот так. Вот она лежит у меня на столе. Теперь я расскажу немного про интересные задачки, с которыми нам пришлось столкнуться в процессе разработки этого устройства. Во-первых, нам интересно было получать достаточно большое число сэмплов в секунду. Зачем это нужно вообще? Зачем больше одного сэмпла в секунду получать? В статье про BatTor рассматривается кейс, когда они сравнивали Safari с Chrome. Они сравнивали рендеринг одного кадра видео. Один кадр видео рендерится 16 миллисекунд. И соответственно нам за эти 16 миллисекунд надо собрать хотя бы 32 отсчета. для этого нам нужно собирать в районе 10 тысяч сэмплов в секунду. Изначально мы ардуинкой собирали 500 сэмплов в секунду, когда использовали стандартную ардуиновскую библиотеку. Ничего не тюнили. Вот прямо в лоб мы собирали 500 сэмплов в секунду. Но тут мы поняли, что нужно разгоняться. И я начал копать. Оказалось, что если не использовать ардуиновскую стандартную библиотеку, а пойти уровнем ниже, на уровень регистров, разогнать АЦП, больше тактовую частоту ему задать, то можно с ардуинки собрать 10 тысяч сэмплов в секунду. Если взять ардуино дуя, который на другом ядре на армии, там можно уже 1 миллион сэмплов в секунду собрать. Это мы пробовали делать. И плата довольно большая, поэтому у нас еще в планах попробовать STM32. Это она по размеру примерно как ардуино нано, вот такая вот маленькая. И тоже сможет собирать 1 миллион сэмплов в секунду. А с ардуино дуя вот так вот выглядит сбор миллиона сэмплов в секунду в реал тайме. И отрисовывается это на битоне. Миллион сэмплов в секунду. 1 миллисекунда с разрешением 1 миллион сэмплов в секунду. То есть здесь вот представлена 1 секунда и 1000 сэмплов получилось за эту секунду. Видно, что график довольно гладкий и миллион сэмплов это слишком много. Нам в принципе хватит вот этих точек для того, чтобы оценить энергопотребление с достаточной точностью. А вот эти точки стоят через каждые 100 сэмплов и как раз получается 10 тысяч сэмплов в секунду. 10 тысяч сэмплов достаточно, поэтому мы сейчас живем на ардуинке. Следующая интересная задачка это синхронизация измерений с телефона и измерений из коробочки и логов с телефона. Потому что у вас нет на ардуинке таймстэмпов, которые есть в логах телефона. И вам нужно либо как-то синхронизировать ваши часы, там отправить на телефон что-то или считать с телефона время. Но это не универсальное будет решение, потому что вы для каждой модели телефона, для каждого, там для iOS будет одно решение, для Android одно решение, для другого другое. USB нужно подключать, нужно быть уверенным, что это быстро происходит. В общем, в статье про батторт, опять же, предлагается другое решение. Они мигают фонариком в начале теста, видят вспышки, пики на графиках и совмещают эти пики. В логах у них, соответственно, временные метки, когда они мигали фонариком, а на графике у них пики, ну вот как они помигали. Чтобы это автоматически совместить, используется кросс-корреляция. Мы генерим прямоугольный сигнал по логам, сдвигаем его относительно замеренного сигнала и ищем пик кросс-корреляции. Мы попробовали это сделать, это работает, но изначально у нас возникли некоторые проблемы. Если это делать в лоб, считать в лоб, то получается очень долго, если использовать стандартную функцию из питаниящей библиотеки. Около двух минут на один тест. А вторая проблема в том, что поскольку импульс прямоугольный и последовательность псевдорандомная, получается, что в логах у вас, точнее не в логах, в измерениях у вас есть помехи с телефона, там тоже импульсные какие-то вещи есть и иногда перескакивает просто точка синхронизации и алгоритм работает неустойчиво. Мы стали копать, нашли более быстрый алгоритм для кросс-корреляции FFT Convolution и нашли интересный доклад про эхолокацию. И у них такая же проблема, как у нас. Меня просто впечатляет то, что из разных областей совершенно знания, но проблемы одинаковые. Они тоже, они летят самолет над льдом, излучают импульс, они принимают отраженный сигнал и считают кросс-корреляцию. И, соответственно, там, где кросс-корреляция максимальна, там у них поверхность или там грунт или какие-то слои во льду. Вот. И у них тоже проблема с тем, что импульс этот смещается. Почему это происходит? Потому что вот они отправили импульс вот такой формы с постоянной частотой, получили что-то. И если этот импульс сам собой кросс-коррелировать, ну, подвинуть и посчитать кросс-корреляцию, то получится вот то, что справа. Максимум у этой функции, ну, он достаточно размытый, неровный. И они нашли решение, они излучают импульс с переменной частотой от минимальной к максимальной, ну, ускоряющейся колебания. И если такой импульс с собой кросс-коррелировать, то получится вот такой явный пик. И этот пик уже обнаружить намного проще, и он менее подвержен помехам. Мы тоже стали мигать фонариком с ускоряющейся частотой, и наш алгоритм стал работать более надежно. Вот пример интерфейса нашего бэкэнда. Справа здесь лог телефона, здесь отфильтровано по фонарику, и слева вертикальными желтыми линиями указаны места, где, собственно, мы фонариком мигали. Зачем это делается? Понятно, что справа может быть не только событие фонарика, а все, что вы напишете в лог. То есть вы можете разметить начало-конец функции, и вы увидите на графике, где она началась и закончилась, сколько она энергии потребляла. Причем измеряется 10 тысяч раз в секунду. Вот. Кроме такого детального анализа, интересно еще сравнительный анализ проводить. Например, можно сравнить несколько приложений. Вот здесь сравнение среднего потребления приложений музыки от разных производителей. Apple Music, Google Music, Spotify, ВКонтакте. И там еще был один столбик с Яндекс.Музыкой, но я его стер. На самом деле там еще меньше. Музыка наша пока самая крутая. Вот. Еще интересно сравнивать потребление во время теста. Просто несколько прогонов одного теста, например. Или там несколько фреймов видео. Это мы тоже умеем делать. Вот. Как вообще расскажу про процесс тестирования. Во-первых, можно вручную это все делать. Изначально мы начинали это делать все вручную. И сейчас вот Тимур будет рассказывать, он вам продемонстрирует это даже. Начинается тест с того, что мы берем подготовленный телефон, заливаем на него приложеньку, и потом нам нужно отключить USB, чтобы у нас не аффектились измерения. Затем мы стартуем сбор данных с коробочки и мигаем фонариком. Можно это делать вручную, можно написать приложеньку, которая мигает фонариком. Если вы хотите ускоряющиеся мигания, то лучше приложеньку понятно написать. Затем мы вручную тыкаем в телефон, выполняем сценарий теста, или просто кладем посмотреть, как приложение в фоне работает, например. Затем мы останавливаем запись измерений, заливаем, подключаем USB, сливаем с телефона логи собранные, и заливаем измерения в наш бэкэнд. И получаем разные интересные картинки. Например, мы сравнивали Chrome с Яндекс.Браузером мобильным в разных кейсах. Вот верхний кейс — это холодный запуск, когда мы с нуля запустили приложеньку, и в этом случае Chrome у нас выигрывает. Но приложеньку с нуля вы запускаете редко, поэтому это нерелевантный кейс. Не то, что нужно прям бежать, улучшать. Релевантный кейс, например, переход по ссылке, потому что переход по ссылке в браузере, понятно, случается очень часто. И в этом кейсе мы Chromium не проигрываем. Дальше мы смотрели на активный режим. В активном режиме, то есть когда у вас приложение открыто, вы на него смотрите, просто что-то читаете, Chromium выигрывает у Яндекс.Браузера, Chrome выигрывает у браузера, и это тот кейс, которым сейчас ребята занимаются и улучшают. И в фоновом режиме мы одинаково. Ну понятно, что так в телефон не натыкаешься, людей не напасешься, нужно на кого-то сажать, тыкать телефон, сценарий не воспроизводится точно, вы не можете одинаковую последовательность с точностью по времени воспроизвести, и поэтому нужно придумывать автоматизацию. У нас было несколько подходов. Мы на андроиде, например, мы запускаем тесты, которые вообще не требуют управления внешнего. То есть там несколько вариантов. Один вариант – это вы Apium, например, используете, и Apium постоянно по USB там что-то гоняет. Мало того, что он гоняет по USB, он еще и нагружает процессор и жрет энергию и аффектит вам весь тест. Поэтому мы стараемся уйти от Apium и запускать тесты прям полностью на телефоне. В случае с андроидом – это там Espresso, например. В случае с айфоном я пока даже не знаю. Может мне кто-нибудь подскажет здесь. Вот. Но кроме этих вариантов, для тех вариантов, когда мы не можем отказаться от USB-провода, мы придумали специальный USB-провод. Подробно про него Тимур расскажет. Короче, это такой провод, через который не аффектится измерение потребления телефона. Жадный провод. И автоматический тест у нас выглядит вот так. Мы собираем список тестов, стартуем измерение, запускаем синхоприложение, которое мигает фонариком. Вот. Автоматически. Запускаем тестовую сборку, в которой много тестов. Вот. И размечаем в логе начало и конец каждого теста. И получаем вот такого вида графики, в которых размечено начало и конец каждого теста. И в тесты у нас поделены на так называемые сьюты, и тесты в них собраны покомпонентно. Например, один тестовый сьют измеряет, ну, прогоняет тесты UI, другой тестовый сьют прогоняет тесты наших фич и так далее. И, соответственно, можно посмотреть, как живет наш UI, как живут наши фичи и так далее. И если прогонять таких тестов много, от версии к версии, то мы сможем наблюдать потребление наших разных компонентов в динамике. Ну, то есть регресс построить. Мы прогоняем каждый тест по нескольку раз, усредняем, там статистики считаем, и от версии к версии смотрим энергопотребление наших компонентов. Теперь переходим к практической части. Я передаю слово Тимуру. Он расскажет про нашу библиотеку Вольта. Она выложена в open source. И это уже ее вторая версия. Мы ее полностью отрефакторили. Держи. Алло, алло. О, хорошо. Так, привет. Все, что я буду показывать, ну вы поняли. Не повторяйте, пожалуйста, дома. Но если что, на всякий случай я покажу, как это делать. Меня зовут Трубаров Тимур. Я безумный и сумасшедший экспериментатор в Яндексе. Но в отличие от Теши, я больше поделать что-то руками. Ну то есть я тот человек, который сверлит все эти айфоны дырявые, и там коробочки клеит. Как советский ученый, склеиваю коробочки. Сегодня такая большая конфа. Вы, скорее всего, все интересуетесь мобильниками. И наверняка читали в интернетах там всякие байки, как при помощи трех пальчиковых батареек и куска фольги зарядить телефон. Это, кстати, работает. Или смотрели там видео на Ютьюбе о Криосан, как ребята заряжают при помощи наводок высококвальдных веб-телефоны. Или даже при помощи тока, идущего по яйцам железной дороги. Это, кстати, тоже работает, но можно получить по башке от железнодорожников. Поэтому вы поняли вот этот слайд. И мы с вдохновлением смотрим на видео и вот на такие статьи, черпаем свои идеи какие-то безумные. И занимаемся этим потому, что это такая штука. Телефоны есть у всех сейчас. И что они разряжаются, это проблема. И мы понимаем, что в этом мире можно сделать, в этом месте можно сделать жизнь обычных людей, там нас с вами. Лучше бизнес за это денег получит. Мы, может быть, премии, не знаю. Я хочу рассказать о том, как наши наработки, вот этими штуками, о которых рассказывал Алексей, взять себе, что-нибудь смастерить, такое тоже посверлить в айфон, если у вас есть дрель. Расскажу, какой путь мы прошли, какие проблемы встретили, ну и все такое. Однако, в отличие от ребят с YouTube, которыми движет то ли слабоумие, то ли отвага, у нас вот такая вот практичная цель, и для нее нужна метрика. И в качестве метрики мы используем миллиамперы. Я расскажу, как собрать железки, то есть коробочку, телефон, провод, на котором говорил Алексей. Вот такой. И потом покажу, как это все используется от страны софта, как это встроить в код и работать с этим, ну, по минимуму. Для начала вспомним слайд, который уже показывал Алексей. На слайде видно всего три простых компонента. Нам нужен блок питания, датчик тока, вертвинка. Блок питания здесь запитывается от источника тока. Он может быть вообще любой. Мы пробовали автомобили, работает. Но Tesla S отдали в Яндексе, отдали в Яндекс.Такси. Нам не дали. Поэтому мы пошли в хеллдеск. Набрали вот такую большую коробку блоков питания для старых Lenovo ноутбуков. И используем их. Вот. Датчик тока и артвинка. Ой-ой-ой. Вот. Не все блоки питания одинаково полезны. Нужно следить за тем, чтобы вывод и ввод были гальванически развязаны. У нас был импульсный блок питания, который между минусом вывода и землей ввода давал… У него было 110 вольт переменного напряжения. И когда этот контур вымыкался со стороны ноутбука, который был подключен зарядкой в тот же фильтр, в который коробочка, ноутбук, газ внезапно, и выключался. Это… Что? Дым не шел, но чуть… А, из артвинки шел, да. Вот. Но ноутбук выжил. Мак, короче говоря, к хеллпам нам не пересосить. И мы, в общем, так не делаем. Взяли другой блок питания. От ноутбука Lenovo подошел. Он дает 20 вольт постоянного тока. И чтобы из него получить ток приемлемый для… Ну, напряжение приемлемое для телефона, мы покупаем на Алиэкспрессе такой маленький трансформатор за 50 рублей. Он выдает 3 ампера. И 3 ампера для телефона – это даже для самых больших вот таких вот лопат. И для айфонов это ток, которого достаточно, чтобы включить все. Вот как русскому съездить в Турцию и зайти в бар и там посидеть. и не уходить. Вот. Нужен датчик тока. Мы… Леша уже рассказывал, что нужен шунт. Мы взяли тот, который нам подошел. Он стоит тоже в районе 50 рублей или 100 что-то такое, копейки. У него принцип действия точно такой же. Там есть шунт. Навод подается напряжение с блока питания, вот который я показывал здесь. Запитывает он телефон. И он очень удобен, потому что у него приемлемая точность, которая нам нужна. И у него очень удобная единица измерения, потому что на 1 ампер потребления тока он дает 1 вольт напряжения на выходе. И в общем-то в этот датчик тока мы опрашиваем при помощи ардуинки. Ну вообще это может быть любой контроллер. У нас есть прошивки под ардуинку в репозитории. Если что, скачайте. Ну и ардуинка. Потому что у нее есть встроенная ЦП. Она стоит 100 рублей. Это один из ключевых, наверное, показателей, потому что это дешево. И удобно писать. Мы пишем в платформе IDE, и прошивка заливается всего одной командой из консольки. Проблем с этим никаких вообще. Схемка очень простая. Вот здесь видно ввод от ноутбучного блока питания, вывод на датчик тока, который запитывает телефон, и ардуинка, которая аналоговые данные по напряжению, которые говорят о том, сколько тока потреблен телефон, отдает в цифровом виде на компьютер. Прошивок у нас есть много разных. Алексей рассказывал, какие есть, как мы их ускоряли. В общем, можно их скачать в нашем репозитории, и заливаются они одной командой. Об этом я уже говорил. Вот девочка, кстати, посмотрите. Коробочку, допустим, мы собрали. Теперь нам нужно собрать телефон, чтобы были готовы все железки. Алексей уже об этом рассказывал вкратце. Я тоже чуть-чуть покажу. Вот это моя рука с контроллером. Большая часть телефонов разбирается довольно просто. Это либо какие-то пара винтов в случае айфонов, либо какие-то защелки в случае андроидов пластиковых. Но бывают и проблемы. Нам нужно разобрать телефон, чтобы добыть из него батарейку и контроллер из батарейки. Есть телефоны, которые разбираются проблемнее. Особенно это любят делать ребята-корейцы из Samsung. Они любят все клеить, а мы не любим такие штуки. А еще они любят стеклянные девайсы. Стеклянные девайсы — это проблема, потому что нам нужно вывести проводки и немножко посверлить телефон. В стеклянном телефоне после сверления остается большая трещина. Иногда дырки нет, большая трещина просто вместо стекла. Подпаяемся к этому контроллеру, собираем. В общем, все просто. Кто захочет посмотреть, как выглядит телефон после этого, подходите, я вам покажу вот такой. Красивенький, закрытый, с термоклеем. Когда Алексей рассказывал про то, что мы начинали с айфонов, была история с пятыми айфонами. Шлейфы дисплея крепятся под такой металлической крышкой, кто разбирал айфон и знает. И вот в пятом айфоне болты, на которые закручивается эта крышка, имеют разную длину. И если болтик вкрутить не в то место, то он четко входит в материнскую плату и, в общем-то, это не починить. Это нужно знать. Мы на такой… Причем эти болтики там столько маленькие, что непонятно на взгляд, что они отличаются по длине. Один айфон мы запороли. Пятый. После этого нам сказали, что седьмой не дадут. Они тогда были новые. И чтобы покончить с железками, я расскажу еще про проводок, про который обещал Алексей. Для автоматизации тестов нам нужен провод, который ограничивает ток. Чтобы телефон был подключен к компьютеру, был управляем при помощи компьютера по USB. Но при этом не заряжался. И мы нашли очень простую схему на ограничивающий ток на полевом транзисторе. Вот транзистор подобрали экспериментальным путем. Ну, в общем-то, вот это очень простая штука для электронщиков в детский сад. Теперь переходим к… А, кстати, кто знает, какой элемент телефона потребляет больше всего электроэнергии? GPS? Нет. Нет, мы тоже так думали. Нет. Что? Нет. Нет. Камера. Камера ест 600 миллиампер в среднем. При включении 800 и больше. А если включить вспышку… Вот. И мы начали этим заниматься, когда вышло приложение с покемонами. Это было лето или осень, что-то такое. И я ходил по сервис-центрам и пловым. Разным, официальным, неофициальным. В официальных на меня смотрели квадратными глазами, когда я приходил, выпрашивал мертвые батарейки и говорили, иди отсюда, мальчик. А в неофициальных мне доставали вот такую большую коробку с аккумуляторами мертвыми, там все завалено было. И говорили, забирай. Мы это все сдаем в утиль, и за это платим деньги. Ты первый человек, который пришел, выпрашивает это бесплатно. Я такой, да-а-а-а. И мы надобывали контроллеров столько, что для пятых и шестых айфонов, седьмых еще тогда не было, что нам, ну, короче, у нас до сих пор гора лежит. Это такой забавный факт. Давайте перейдем к софту. Софт мы пишем на питоне. Мы, в общем-то, нагрузочные тестировщики, они маньяки, железячники. И аналитика — это то, что мы умеем хорошо. У нас есть Python пакет, в который мы собираем весь софт, который умеет работать с железками, умеет анализировать данные, умеет в кросс-корреляцию, которую рассказал Алексей, умеет заливать, строить и так далее, и тому подобное. Все это в одном пакете в open source лежит. После того, как вы поставите, это будет выглядеть так. На самом деле вам не нужно знать, что под капотом. Там модульная… Я это просто показываю, чтобы вас попугать. Там модульная система, которая позволяет просто встроить все это в код. О, рано. И в завершении мы, кстати, не согласовывали эту штуку с Авито, но мы хотим потестировать приложение Авито на энергопотребление. На энергопотребление. И поставили вчера на наш вот такой вот просверленный айфон приложение Авито. Ее даже ни разу не запускали. Извините, ребята, что вас не предупредили. Но это будет смешно. Не в смысле то, что… Извини, Миша. Вот, приложение Авито на айфоне. Видите, вот он. Так, подключи. Шнурок подключи. Вот он. Не-не-не, вот USB. Мы используем Jupyter ноутбук, Python, Pandas, вот эти вот все штуки. В общем-то, как у нас простенькая коробочка. Вот это штука, в которой Ардуинка, датчик тока и блок питания. Вот ноутбучный блок питания, который просто подключен 220 вольт. И телефон. Телефон включен, работает, батарейки в нем нет. Аккумулятора. И мы сейчас будем пробовать использовать эту коробочку и записывать данные энергопотребления. Готов? Да. Ура. Конфигурируется очень просто. Указывается путь к коробочке на ноутбуке. Для этого нужно поставить драйвера, но для Ардуина это какое-то простое действие. Можно скачать у нас в репозитории, можно скачать где-то еще. Создаем класс. Вольта-бокс 500 Гц. Даша? Да, создали. Так. Создали класс. И запускаем тест. Сейчас у нас телефон лежит, ничего не делает. Вот он выключен, дисплей у него выключен. И что самое крутое, и нравится мне в айфонах, они в таком режиме потребляют 2 миллиампера или что-то такое. И по сравнению с андроидами это раз в 35 меньше. Или как-то так. Но когда включаешь дисплей, он все съедает и выравнивается. Начинает что-то делать. Так. Ты запустил? Да, запустил. Мы запустили уже. Значит, мне нужно включить телефон, чтобы он что-нибудь поел. Например, просто дисплей, разблокирую его. Ё-моё. Так. Все. Вот так вот его подержу, чтобы он просто записал данные. Вы это потом увидите на графиках. И теперь я запущу приложение к Авито. Включите уведомления. Пожалуйста, не надо. Нет подключения к интернету. Блин, мы забыли подключить телефон к Wi-Fi. Но, в общем-то, ладно. Мы просто потыкаемся по кнопочкам, что-то поделаем. Вот так вот его подержим какое-то время. Предлагаю зарегистрироваться. Пожалуйста, не надо. Я не хочу ничего продавать сегодня. Вот. И, в общем, выключу. Коробочку, кстати, продадим, если хотите. Выключил телефон. Рисуй. Мы сделаем пару функций, которые начитывают данные из очереди и строят график. И в реалтайме мы построили вот график, когда телефон ничего не потреблял. А здесь мы включили телефон. Вот здесь мы включили приложинку. Видите, она на старте съела много, а потом вышла на привычный режим работы телефона с включенным экраном, когда она, в общем-то, потребляет столько же, сколько экран, потому что ничего там не включено, и Wi-Fi нет, и никуда ее не пустила. Вот. Используя вот такие графики, можно… Что еще построить? Можно еще что-нибудь построить. Можно что-то поделать, но для этого нужно будет включить Wi-Fi, а мы не подготовились, к сожалению. Ладно. Вот. Используя такие графики, можно вживую что-то делать своим кодом. Вот я тисплей включил в конце. Можно проводить несколько тестов, сравнивать результаты тестов. Это графики, которые мы на коленке за три минуты кода построили на Pandas, который очень любим. Если вот это все автоматизировать и проводить такие тесты регулярно, можно добиться каких-то результатов в своих приложениях. Да и, наверное, все. Спасибо за то, что, как это, не предупредили, я забираю коробочку себе потом. Будем мы тестировать. У нас есть время для вопросов. Ага, сейчас. Стой, стой, стой. За вопросы будем раздавать фотографии вот этой девочки. Спасибо за выступление. Есть вопрос. Вот на все это исследование сколько в сумме ушло рабочего времени? И вообще в целом ресурсов? Вы знаете, у нас много проектов разных. Мы нагрузные тестировщики. Но вот это один из проектов, которым мы занимаемся на протяжении года, но не full-time. Вот так. Вот ребята на встрече в прошлом году как бы впервые об этом рассказали. Когда сейчас эта история продолжается? То есть… Сейчас, секунду. То есть мы… Первые прикидки начали в марте прошлого года. И вот сейчас внедряем в процессе внедрения. Прототип? Отрефакторили и начинаем уже вторую версию внедрять в команды. А прототип, ну, первая версия библиотеки, которая там разброта и шатания, работает уже сейчас. В течение, наверное, месяцев-трех в командах. Прототип мы собрали быстро. Он начал работать быстро. Но потом много писали софта на стороне бэкэнда, аналитики, чтобы ивенты подсвечивались, улучшали, ускоряли и так далее. В общем, вопрос на самом деле сложный. Видимо, ребята не вели учет. Я хочу как-то обобщить. То есть получается где-то код там по треть рабочего времени. Да. Все, можно посчитать теперь. Спасибо за доклад. Первый вопрос. Вы не смотрели, откуда инструментарий, например, берет данные и насколько они точные или нет? Инструментарий — это для тестирования айфона, который встроен в средство. Мы не смотрели, откуда он берет данные, но мы собираем все слоги с айфона через Apple конфигуратор 2, KFG учител все слог и просто встроим их на графику. Нам не важно, откуда он их берет. И честно. И второй вопрос. На айфоне есть такой режим энергосбережения, который там ограничивает работу CPU, геолокацию, точность и прочность. Насколько он вообще влияет? Я ждал вот этот вопрос. Влияет и на андроидах тоже. Сильно. И портит нам все… Короче, у нас были даже идеи сделать сервопривод, который будет двигать телефоном, чтобы… Ну вы поняли. Телефон думал, что его кто-то носит. Но пока не делали. Спасибо за доклад. Все-таки немножко непонятно. Графика, понятно, можно построить, но все-таки как это все связано с конкретным кодом, с конкретной кодовой базой? Есть ли такая связь? Можно. То есть вы берете какой-то временный интервал и по времени как… То есть нет никакого механизма все-таки связи между вызовом определенных блоков кода, например, и графиком? Почему? Наоборот, есть. Я же показывал вот эту синхронизацию. Она делается для того, чтобы синхронизировать логи с телефона с потреблением. То есть мы можем прямо в коде разметить, в сислог плюнуть сообщение. То есть синхронизация с помощью… То есть разработчик смотрит свой лог, когда у него вызываются функции, и смотрит на график. Да, можно прям стыкнуть в событие в логе. То есть вот таким образом. И на графике будет видно. А мы хотим сделать в дальнейшем, чтобы такие фрагментики, их можно было автоматически, там ты запускал функцию 150 раз и посчитал по ней среднее. И от версии к версии запускаешь тот же тест и смотришь на регрессию. Не, ну было бы замечательно просто, чтобы это было как-то вот все-таки связано в коде, и чтобы, ну, естественно, у тебя сразу, например, какой-то был автомейшн, который говорит, что у тебя вот эта вот функция, она очень много жрет, например. Именно так и задумано. Мы к этому идем, мы просто еще не дошли. У нас вопрос с этой стороны. Привет, спасибо за доклад. У меня вопрос похож на вот этот, который только что был, да, но сейчас я сформулирую более четко. А есть ли возможность в процесс CI встроить, спасибо, встроить вот этот вот механизм, допустим, когда разработчик, да, если ближе к реальной жизни, разработчик открывает pull request и обычно требуется там опрува x членов команды, работающий билд, прошедший юнит теста, и чтобы энергопотребление не выросло. Вот, то есть вот это можно сделать. И сразу когда-нибудь слайк пишется, вот у нас есть такая штука, если мы коммитим код и он увеличивает размер бинарника, мы сразу все получаем, типа, чуваки, у вас на 100 килобайт бинарник стал больше. Это можно прицепить и планируете вы сделать. Да. Вот у нас коллега из браузера сейчас в Баду поехал рассказывать на Android конфу. Вот. У нас вторая часть доклада про вот эту вот практику, а у него вторая часть доклада про то, как они в браузере встраивают это в CI. Вот. И давайте еще один вопрос отсюда и остальные уже… Еще один вопрос. Можно ли как-то сейчас понять, что именно задействовало больше всего энергии, то есть там процессор или, например, работа с диском, то есть не просто то, что сток потребил, а что конкретно? Вопрос. Мы сейчас еще таких экспериментов не делали, но вот я там показывал слайд из статьи Баттора про синхронизацию логов. Они синхронизируют Atrace с логами, в случае с Android, Atrace. И в Atrace есть события, как активировался, деактивировался радиомодуль, там что-то с диска читалось. Все метрики собираются, и их можно скоррелировать с графиком потребления питания. В случае с iOS мы пока не знаем, как это сделать. Если кто-то расскажет, как метрики собрать с iOS, просто я буду рад. Вот. Но мы научились собирать из логов приложения кастомные метрики. То есть если ваша приложенька в лог все-сток кинет метрику в определенном формате, мы потом сможем ее отрисовать. Вот соберем коробочку и отрисуем. И скоррелируем. Спасибо. То есть в дебаге какая-то приложенька запишет метрику в лог, мы ее забираем, парсим, строим по ней график. Дисковые, процессорные, любые, какие угодно. Какие есть, какие телефон может сам себя собрать. Такие метрики мы можем построить. Итак, последний вопрос. Скорее не вопрос, а предложение. Подумайте о продаже таких железных китов. Пловщадка уже есть. А, отлично. Все вопросы приходите к Алексею, он вам продаст. Спасибо, ребята. Давайте поаплодируем за отличный доклад.